Есть ли гипотетический вариант, что вы правы, что президент оставит Черномырдина? Что он снова в третий раз предложит Черномырдина? Ваш прогноз на голосование в Думе? 14-го проголосуют. В этом их маразм. Они дрогнут и проголосуют. Потому что они понимают, что выборов не будет в ближайший год-два. И большинство из них престарелого возраста. Все коммунисты в Думе это люди за 60 лет. Там же есть одному 75 лет. То есть люди пожилые, уйти на улицу это умереть практически. Уйдя домой, они умрут. Большинство из них. Потому что они останутся ни депутатами, ни кто. Они никому не нужны. Они думают, как на работу. Им приятно. Они могут выступать, все так говорить и делать. Поэтому они дрогнут обязательно. Это в случае тайного голосования. И даже отрытое. Даже отрытое. Они восстанут. Но они же понимают, что они больше никому не нужны. В новый партийный список их не включат. И возможно выборов долго-долго не будет. А им хочется вот еще. У них же 16 месяцев есть запас. А они их теряют просто, выкидывают 16 месяцев. Поэтому здесь борьба развернется. Я уверен, что большинство независимых не захотят уходить. Это 30 депутатов. Эти российские регионы, часть депутатов дрогнули. Но они в третий раз проголосуют за 100%. То есть 150 и независимые 180. Аграрии 20-200. И яблоко и коммунисты, часть дрогнет. Поэтому 230 Черномодин сможет получить 14 сентября, следующий понедельник. Ваш прогноз на процедуру импичмента, вот ведь это рычаг Думы, направленный против ее распуска. В случае, если они третий раз голосуют против кандидатуры, предложенной президентом. Тогда по Конституции, я напоминаю телезрителям, если Дума третий раз голосует против любой кандидатуры, предложенной главой государства, он обязан по Конституции распустить Думу. И на этот счет Дума затеяла процедуру импичмента президента. Вот на этот счет, как Вы считаете, каковы перспективы успеха Думы в этом отношении? Как юрист, отвечаю. Это две нормы вошли в коллизию. То есть мы не прошли до конца процедуру назначения премьер-министра. В это время нельзя начинать процедуру импичмента. Потому что в обоих случаях наступают последствия. В первом случае, если мы утверждаем правительство, распускают Госдуму. Во втором случае, если начинаем процедуру импичмента, нельзя распускать Госдуму. Поэтому президент в праве довести до конца процедуру утверждения председателя правительства. Не утверждаем, он распускает и уже никто не успевает начать процедуру импичмента. Начать раньше утверждения председателя правительства мы не имеем права, потому что не наступят юридические последствия. Коллизия норм. В праве выбирает президент. Если он считает, что я начал первый, просить Вас утвердить премьер-министра. Вы не утвердили, я Вас распускаю. То, что Вы уже начали процедуру импичмента, это вторично. То есть при сомнениях все колебания в пользу обвиняемого. Президент обвиняемый по импичменту. Любые колебания в его пользу. Он жертва обвинения. Это дух любого уголовного законодательства. Любые сомнения в суде в пользу обвиняемого. Если вы не доказали какое-то преступление, эта часть преступления сменяется. И, наконец, самое главное, чтобы начать процедуру импичмента, нужно 300 голосов. Без фракции ЛДПР 300 голосов они не получат. Мы не будем такую возможность сдавать. Но и НДР, надо полагать, будет. И НДР, тем более, не даст. И российские регионы, и большинство независимых депутатов. Поэтому у них будет 250 с яблоком вместе. 260. Максимум 280. То есть ваш прогноз, что вот эта соломинка импичмента не пройдет? Не пройдет. И президент внесет только одну гранатуру Черномыдина. Им придется краснее голосовать в следующий понедельник. У вас сложилось сегодня такое впечатление после круглого стола? Да. Президент жестко заявил, что он свой выбор сделал. И он в чем прав? Ведь все кандидатуры, которые предлагают различные силы, во-первых, они не одобрены ни Советом Федерации, ни Госдумой. Это опять предложение одиночек. Или отдельных лидеров отдельных движений. Но все они из той же серии, что Черномыдин. Это вот такие консерваторы. Так сказать, номенклатура бывшая партийная. Чиновники. То есть там нету того, кто бы был совершенно неординарным. Личность, которая могла бы действительно дать второе дыхание. Это такие же люди. Но они не были в правительстве. Например, Примаков. Прекрасный министр иностранных дел. Но Евгений Максимович пожилой человек. И начинать сегодня в такой сложнейшей ситуации он не может.